Исход, глава 39. Из голубой же пурпуровой червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфот из золота, из голубой пурпуровой червленой шерсти, из крученого вессона. И разбили они золото в листы, и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червлеными и вессонными нитями, искусную работу. И сделали у него нарамники связывающие, на обоих концах своих он был связан. И пояс эфота, который поверх его, одинаковые с ним работы, сделан был из золота, из голубой пурпуровой червленой шерсти и крученого вессона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он их на нарамники эфота в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею. И сделал на перстник искусную работу, такой же работаю, как эфот, из золота, из голубой пурпуровой и червленой шерсти, из крученого вессона. Он был четыреугольный, двойной сделали они на перстник, в пядень длиною и в пядень шириною, двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни, рядом рубин, тапаз, изумруд, это первый ряд. Во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз. В третьем ряду яхонт, агат и аметист. В четвертом ряду хризалиф, оникс и яспис. И вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых, двенадцать было их, по числу имен их. И на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для двенадцати колен. К наперстнику сделали толстые цепочки, витую работаю из чистого золота. И сделали два золотых гнезда и два золотых кольца, и прикрепили два кольца к двум концам наперстника. И вдели обе плетеные цепочки из золота в два кольца по концам наперстника. А два конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам, и прикрепили их к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделали два кольца золотых, и прикрепили к двум другим концам наперстника, на той стороне, которая находится к эфоду внутрь. И еще сделали два кольца золотых, и прикрепили их к двум нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, усоединение его над поясом эфода. И прикрепили наперстник кольцами его, кольцам эфода, посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода, и чтобы не отставал наперстник от эфода, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его щитоны из весона. И сделали полированную дощечку, диодиму святыни. Из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати «Святыня Господня». И прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скини и собрания. И сделали сыны Израилевой все, как повелел Господь Моисею. Так и сделали. И принесли к Моисею скинию покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее. Покров из кож бараньих красных и покров из кож синих и завесу закрывающую, ковчег откровения и шесты его и крышку, стол со всеми принадлежностями его и хлебы предложения, светильник из чистого золота, лампады его, лампады, расставленные на нем, и все принадлежности его и елей для освящения. Золотой жертвенник и елей помазания, и благовония для курения, и завесу ко входу в скинию, жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножия его, завесы двора, столбы и подножия, завесу к воротам двора, веревки и колья, и все вещи, принадлежащие к службе. Золотой жертвенник в скинии собрания. «Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы». И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей.